Всем привет, с вами Priya. Ну что ж, пришло время быстренько пробежаться по талантам для улучшения военной кампании. Что-то типа талантов, которые были для улучшения нашего оплота. Итак, начнем. Первый талант первой полосы. Ускорение, времени восстановления, камня возвращения на 40%. Второй же талант первого тира, первой полосы, это увеличенный мувспид на 20% после того, как мы пролетим, или скорее всего даже проплывем, на зоне култироса. Мувспид повышается на 20% на 5 минут. Весьма полезно. Далее, вторая полоса. Пристройка к казармам. Увеличение максимального числа войск на 2. Второй талант второй полосы, это портал для переброски войск. Открытие портала для переброски войск из Штромграда. Позволяет мгновенно вербовать войска. Я все же склоняюсь к угру первого таланта, потому что он выглядит чуточку полезнее. Максимальные слоты всегда лучше, чем мгновенное получение каких-либо отрядов. Идем дальше. Третья полоса. Первый талант. Разорение островов. Обучает пиратской методике войска поиску сокровищ. Увеличивает количество дублонов мореплавателя, получаемых в островных экспедициях. Что такое дублоны мореплавателя? Это весьма интересно на самом деле. Единственные дублоны, которые я вспоминаю, это из бухты Черносерда. Входится. А тут они еще пока что не встречались. На самом деле, было бы интересно рассмотреть, что можно купить за эту валюту. И что можно полезного для улучшения конкретного персонажа с нее получить. Но время покажет. Окей. Островная археология. Обучает тайнам древних цивилизаций. Увеличивает длительность эффектов от святилищ на 20%. Что такое святилище? Я вспоминаю святилища из Диабла, которые дают бафы. Почему эти два таланта третьей полосы так связаны с другими играми? Они меня дезориентируют. Я не могу понять, к чему это. Что за святилище? Я не заходил так далеко на контенте беты. Я даже локалки себе не открыл, потому что невозможно их получить из-за невозможности получения дружелюбия у Адмиралтейства Праудмору. Ну да ладно. На самом деле, скорее всего, нужно будет брать дополнительное количество дублонов. И если все-таки за них можно покупать что-то полезное, то это будет весьма хорошо. Локальный детектор Азерита. Устанавливает на корабле детектор Азерита, который может обнаружить дополнительные запасы Азерита во время выполнения локальных заданий. Это звучит интересно. Азерит – это аналог силы артефакта. А сила артефакта, то есть Азерит, для прокачки шеи будет всегда актуальна, потому что даже 325-го итем-левела плечо требует 18-й и 22-й левелы шеи для получения второго бонуса и третьего бонуса. Третий бонус, он всегда постоянен, он увеличивает итем-левел предмета на 5. А второй и первый бонус конкретно влияют на геймплей, немножко увеличивая статы и, скажем так, давая какие-либо бонусы прошлого контента. К примеру, дополнительная косточка у Бладдека при использовании дробления хребта. Весьма полезно. Далее, полеты по округе. Получает свисток распорядителя полетов. Подув в свисток рядом с распорядителем полетов в Зандаларе и Култиросе, можно вызвать скоростной транспорт в Бараус. Бараус – это столица Альянса. Конкретно я сейчас в ней нахожусь. Такой вот морской городок. Свисток, скорее всего, нам дадут по завершению этого листа. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну и если он как-либо улучшится, это будет очень интересно. Но не особо эффективно, поэтому, скорее всего, лучше взять дополнительное количество азерита. Идем дальше. Добыча для фронта. Обучает сбору ресурсов в тяжелых условиях. Повышает скорость сбора ресурсов на фронте на 15%. Окей, весьма интересно. Далее. Фронтовой генерал. Поднимает боевой дух союзников, повышая эффективность находящихся рядом войск на 15% во время боев на фронте. Сложный выбор, на самом деле, усилить МПС ради того, чтобы они, скорее всего, эффективно фармили какой-либо ресурс. Или увеличить у них добычу этого ресурса. Скорее всего, второй вариант. Я так считаю. Ну, с точки соображения всех игр, намного лучше усилить юнитов, чем увеличить им ресурсосбор, скажем так. Ну, а самый последний талант без выбора, скорее всего, к счастью, это посол Альянса прокладывает торговые пути к новым союзникам. Вы будете получать больше ресурсов для войны при выполнении заданий эмиссаров. Задания эмиссаров — это, насколько я правильно понимаю, воспринимаются локальные задания. Эмиссарские сундуки, все такое. А ресурсы для войны — это ресурс самый основной, с помощью которого мы изучаем вот эти вот талантики, с помощью которого мы отправляем квесты соратников для получения рун, для получения азерита и репутации. Вот такие вот таланты на самом деле. Как-то так в текущий момент они выглядят на бете. Посмотрим, как они будут выглядеть на живых учебных серверах, когда уже выйдет Battle for Azeroth 14 августа. Все это будем смотреть, все это будем рассматривать и покорять этот контент. Да. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится. Хорошего изучения талантов и большого количества ресурсов для войны, потому что я больше чем уверен, что этот видосик будут смотреть люди уже конкретно при выходе дополнения. А сейчас навряд ли. До скорого.